Меня зовут Алексей Богов, я представляю компанию CIO System, а у NPO System мы дистрибьюторы ряда известных ключевых марок, это 3D Systems, это Instec, прямая наплавка Корея, это 3D Serum, печать с керамикой и немецкий Brandbox Budget, печально-полимерной формы. Сегодня я хочу вам рассказать от лица 3D Systems про организацию серийного автоматизированного производства на базе решений 3D Systems. Речь пойдет о металле, о большой металлической машине 3D Systems, которая называется DMP Factory 500. Это новейшее решение 3D Systems, оно было анонсировано на прошлом Forum Next, чуть не меньше года назад. В этом году будет еще больше информации про эту машину на Forum Next, поставки начинаются в конце этого года. И, собственно, мой доклад я хочу посвятить тому, как 3D Systems видит некое будущее крупной серийной металлической печати, которая, в принципе, уже наступает. Машина DMP Factory 500 состоит из 5-ти модулей. Про каждый из модулей по порядку сейчас пробегусь, потом посмотрим видео, будет интересно. Первый модуль это сменный модуль печати, который вынимается из парковочного модуля, где хранится, после этого он помещается в модуль печати, где, собственно, и происходит печати и подача автоматического порошка. После этого мы снова сменный модуль переставляем в модуль очистки порошка, где автоматически платформа очищается от неиспользованного порошка и там одновременно подключается в модуль контроля порошка, где неиспользованный порошок снова помещается в картридж, который будет снова помещен в сменный модуль печати. Таким образом у нас получается непрерывный цикл. 3D Systems видит развитие серийного производства в модульности, который может обеспечить непрерывность работы. Следующий слайд. Значит, вот здесь в видео мы видим, как модуль печати из парковочного бокса перемещается в модуль построения, в сам принтер, где в камере, которая вакуумируется, происходит печать, мультилазерная печать, чуть дальше я расскажу больше об этом. После печати, соответственно, после печати модуль, немножко подтормаживает, помещается в Depowering Station, станцию очистки, где автоматически происходит очистка от неиспользованного порошка. Собственно, после этого мы имеем готовую деталь, которая на специализированной тележке с электроприводом вынимается. Следующий слайд. Теперь немного поподробнее. Значит, DMP Factory 500, чем хорош? Это, скажем так, одна из самых крупных камер построения на рынке. Это самый большой диаметр в классе. То есть мы имеем куб полметра на полметра на полметра. Мы видим здесь 25 форсумок. Каждая из таких форсумок печатается, имеется в виду, именно одна штука при перерасчете, два с половиной часа печаталась такая. Система имеет три лазера по 500 ватт. Это мультилазерная система. Чем она хороша? Центральный лазер перекрывает всю область построения, а левый и правый работает с перекрытием две трети. Что это дает? Дает то, что если один лазер уходит из строя, соответственно, другие лазеры доделают его работу. Помимо этого, система, сам принтер, модуль построения, имеет автоматическую калибровку лазеров. При каждом пуске это очень важно. Также имеется интеллектуальная система расчета движения лазеров. То есть продукты горения, которые возникают при печати, они не будут пересекаться с траекторией лазера. И, соответственно, поскольку центральный лазер прикрывает всю область построения, то мы имеем возможность внешний контур печатать одним лазером, внутренности другим лазером. Это дает нам бесшовность, которая очень хорошо сказывается на усталостных характеристиках. 3D Systems, как известно, одни из единственных на рынке, кто использует вакуумирование камеры. Происходит три цикла. Примерно за 20 минут содержание кислорода снижается до 20 ppm. По факту это даже 10-15 ppm. Что это нам дает? В первую очередь это дает то, что порошок не деградирует. То есть можно использовать порошок фактически бесконечно. Более того, здесь есть видео. Сейчас мы вырубаем, может быть. Нет? Жалко, нет видео. Я могу его отдельно показать позже. Очень интересное видео. Оно показывает, как после каждого из циклов вакуумирования из порошка выходит кислород. Это выглядит как процесс бурления. Соответственно, именно в процессе вакуумирования мы достигаем того, что кислород из порошка выходит. Вместе с ним выходит, испаряется точнее, и имеющаяся жидкость в воде. Как следствие, мы можем работать... Ну, то есть, как следствие, в первую очередь, мы имеем отсутствие деградации порошка. Во вторую очередь, мы можем работать с чистыми материалами, например, титан-грейтанилами. Значит, здесь график показывает следующую историю. Значит, стабильные механические свойства — это, естественно, один из ключевых принципов при крупном серийном производстве металлических деталей путем 3D-печати. Соответственно, слайд показывает тест, в котором на протяжении 3-х лет из одной серии порошка, именно из одной серии, было произведено 40 запусков и напечатано 120 образцов. Соответственно, они все были протестированы на предел прочности и предел чкутности. Мы имеем очень стабильные механические свойства всех этих образцов. Отдельно стоит упомянуть про софт. Кто работает с 3D Systems, слышал, знает про 3D Expert. Это очень гибкий софт, который позволяет включать в себя фактически все нужные настройки для того, чтобы правильно организовать 3D-печати из металла. Плюсов много. Буквально скажу про некоторые из них. Первое, это то, что софт умеет делать симулирование. Мы про это уже говорили коллеге здесь. То есть он позволяет посмотреть, как будет выглядеть печать. Еще до печати, соответственно, мы можем избежать брака при печати. Ну и, конечно, софт умеет сам и позволяет гибко настроить поддержки при печати. И отдельная тема, это новая программа, которая называется DMP Vision. Это система контроля нанесенного слоя после нанесения порошка и, соответственно, после сканирования, после печати. То есть она делает логи, фотографирует, грубо говоря, камеру построения после нанесения порошка и после сканирования. И также там есть возможность сохранения температурной карты. То есть он измеряет температуру по сцене расслаба. Если коротко резюмировать про преимущества DMP Factory 500, помимо тех, про которые мы уже говорили, то есть как и любая система 3D Systems, 3D Systems всегда стремится к двум ключевым моментам. Первое, это высокая повреждительность. Второй момент, это минимальная стоимость эксплуатации. То есть минимальная стоимость эксплуатации здесь подразумевается тем, что А. Отсутствие деградации порошка. Б. Низкое потребление аргона. С. И это важно. Это открытая система, которая позволяет печатать из сторонних порошков, скажем, отечественных. Я про это еще немножко позже, чуть больше скажу. Что касается производительности, то это, разумеется, большая камера построения. Это мультилазерная система, соответственно, обеспечивающая высокую скорость печати. Также еще я должен был упомянуть, что в модуле печати печать происходит двунаправленно. То есть один слой наносится за 5-6 секунд. Но ведь поскольку это автоматизированная система, то как автоматизация стремимся во всем. По крайней мере, в системе DMP Factory 500 это, в первую очередь, автоматическая станция очистки и контроля порошка. Во вторую очередь, это автоматическая подача порошка в самом модуле построения. И, безусловно, это автоматизированные возможности софта 3D-эксперта DMP Visual. DMP Factory 500 имеет ту же архитектуру, что и Pro X320. Что это дает? Это дает то, что те клиенты, которые уже привыкли или научились работать на металлической системе Pro X320, с легкостью могут перейти на систему DMP Factory 500. С одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о крупных предприятиях в мире и в России, то рассматривается схема, когда, например, на одном предприятии стоит, грубо говоря, маленькая система DMP 320, на которой происходит тестирование, отработка параметров, либо печати. А дальше, соответственно, это мы можем масштабировать на другие производства, где будет уже происходить серийно автоматизированная печать на DMP Factory 500. Осталось пять минут? Да. Это уже все. На самом деле, DMP Factory 500 – это стартовая, скажем так, ключевая система 3D Systems, которая сейчас максимально близка к идеологии, концепции индустрии 4.0, где процессы все автоматизированы. Здесь мы синеньким видим, это, скажем так, единый компьютер, который в ближайшем перспективе, скажем так, 3D Systems хочет полностью автоматизировать все процессы, то есть, чтобы и тележки были автоматизированы, чтобы все производство, где будет порядка, например, десятков 12-18 модулей печати, соответственно, около 6-8 станций очистки, потому что, собственно, узкое горло – это печать, поэтому должно быть больше. И все это будет управляться буквально одним человеком, одной системой. В завершение хочется сказать, что мы имеем собственную машину ProEx 320, она стоит у нас в центре инноваций на улице Рождецка 1905 года. Коллеги, кто еще не был, хотя я знаю, что большая часть тех, кто здесь присутствует, уже была у нас в гостях, приглашаем к нам, покажем машину, расскажем, покажем и прочую машину. У нас 9 промышленных установок, это металлическая печать, это 2 стереолитографа, 5 машин по технологии NGP, еще есть гипсовые машины, разумеется, FDM. Мы имеем свою команду инженеров. И что еще хочется сказать, мы сейчас совместно с 3D Systems проводим стратегию работы с производителями, скажем так, ведем очень плотную работу с производителями порошков и планируем до конца следующего года, чтобы все порошки 3D Systems, линейки Laser Phone, металлические, имели российский паспорт и были произведены в России. Поскольку машины открыты, и это открывает следующие большие возможности для отечественных производителей. Всем спасибо!